Четыре золотые медали плюс триумф Садулаева. В Москве завершился второй турнир борцовской лиги Ивана Подубного. Итоги соревнований подвел наш спортивный корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Этого дня любители борьбы ждали с особым трепетом. На ковре обдул Рашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион не выступал 10 месяцев и в московском цирке на Вернацкого. Вокруг него настоящий ажиотаж. Своих болельщиков лучший вольник планеты не подвел. В схватке с Александром Гуштыном изначально было мало интриги. Но после большого перерыва танк свою форму оценил лишь на 30%. У меня был довольно долгий, простой. Почти год я не выходил на московский ковер. Сейчас первая схватка. Ну, конечно, было тяжело. И вот такой маленький совет хочу дать действующим спортсменам. Чтобы не пропускали долгий. Долгий, простой небо-спортник. Просто к ящик не вращаясь. И очень интересный формат. Сегодня, к сожалению, наших спортсменов не упускают на международные соревнования. Но хотя бы есть такая небольшая альтернатива. Конечно, мир и чемпионат мира Европы это не заменит. Но спасибо организаторам. Встреча с Адулаево и Гуштыно возглавляла второй турнир Лиги Поддубного. Соревнования разбили на два дня. Рейтинговые поединки и финалы проходили в новом для борьбы формате. Прямой эфир на федеральном канале, выход под музыку, свет и другие элементы шоу. Так, в условиях санкции для спортсменов открывают альтернативные турниры с приглашением атлетов из стран СНГ. В Москве дагестанские вольники выиграли еще четыре золотые медали. В весе до 65 килограммов статус первого номера страны подтвердил Ибрагим Ибрагимов. Действующий чемпион России из Каспийска одержал три досрочные победы, не отдав соперникам ни одного балла. Без ошибок турнирный путь прошел и Даурен Куруглеев. Чемпион Европы удачно дебютировал в новом для себя весе до 92 килограммов. В финале Куруглеев был сильнее борца из Алании Алана Багаева. Ребята так крепкие, но чем 86, я думаю, чуть полегче. И может быть, это то, что за счет скорости чуть не какие-то, может быть, то, что весом побольше, чем я. А так ребята крепкие, все достойные. То, что весом 92, вот борюсь, потом смысла не видел гонять 86 килограмм, потому что ни отбора, ничего нету. Это был как бы такой турнир. Все это решил 92 побороться. Пока все турниры, то, что есть, буду 92 бороться. Остальные два золота команде вольников из Дагестана принесли хасавюртовцы Абазгаджи Магомедов и Ахмед Усманов. В рамках турнира Лиги Поддубного на ковер выходили и борцы классики. Милат Алирзаев и Денислан Баматов стали вторыми медалистами, а Анвар Аллахьяров уступил в рейтинговой схватке чемпиона мира из Кыргызстана Жоломану Шаршимбекову. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Москва.